Нигде на земле не найдешь большего разнообразия растений и животных, чем здесь. Хищники их добычат тут повсюду. Они прячутся на деревьях и под ними. Лишь 2% солнечных лучей сквозь толщу листвы достигают лесной почвы. Тут нужно обладать острым зрением, но самому оставаться невидимым. В этом сложном переплетении деревьев, лиан, корней легко выбрать путь к отступлению и найти место, где спрятаться. Нападение из засады, неприметность и неожиданность. Вот главное оружие хищника. Кто же притаился за шелестящей листвой? Безобидный олень? Или грозный хищник? Король этих джунглей? По лесу бесшумно крадется ягуар, самая крупная кошка Америки. Весит этот зверь около 130 килограммов, и его безупречно рассчитанная мышечная система дает ему необходимую мощность, силу и скорость. Он очень умелый охотник. А в лесу, где залогом успеха становится удачный камуфляж и неожиданная атака, у ягуара есть добавочное преимущество – пятнистый рисунок на шкуре. Такая яркая окраска полностью сливается с окружающим фоном, и ягуар становится невидимым. Его зрение тоже прекрасно приспособлено к условиям жизни в мире контрастов. Глазное дно выстилает отражающий слой, который повторно отбрасывает свет через сетчатку. И даже при очень плохом освещении ягуар видит яркую и детальную картинку. Лесные звери очень пугливы и осторожны, и ягуары вынуждены охотиться на все подряд – от обезьян до ящериц и черепах. Ягуар должен неслышно подкрасться как можно ближе к добыче. Длинные чувствительные усы служат ему локаторами. Приближается он медленно, терпеливо, иногда делая круги, как бы прицеливаясь и выбирая лучший угол для атаки. В отличие от других кошек, ягуары селятся в сырых местах и не отходят от воды более чем на полкилометра. Ягуар тщательно отряхивает слаб налипшую грязь, потому что ими он будет искать добычу. В мутной воде трудно что-то разглядеть, и ягуар тщательно ощупывает лапой дно. Усы локаторы помогают выбрать направление, в котором нужно повернуть голову, чтобы схватить жертву. Но поймать черепаху – это еще не самая тяжелая задача. Гораздо сложнее расколоть ее твердый панцирь. Панцирь у черепахи может быть толщиной в 2,5 сантиметра. Он способен выдержать любую атаку, но только не зубы ягуара. У этого хищника челюсти мощнее, чем у всех остальных кошачьих. Он словно создан специально для охоты на черепах. Мощные челюсти ягуара довольно быстро справляются с черепашьим панцирем. Ягуар языком вылизывает содержимое разломанного панциря. А крохотные выступы на языке, похожие на крючки, помогают ему полностью очистить панцирь. Мясо черепахи стоит затраченных усилий, но самая любимая дичь ягуара – это пекари. Такой лесной кабанчик носит на своих костях около 20 килограммов чистого мяса, и добраться до него совсем нетрудно. Только охотиться на пекаря намного сложнее, чем на черепаху. Достаточно увидеть его клыки, чтобы понять, что он отнюдь не беззащитен. Когда кабанчики, наклонив голову, роются в земле в поисках кореньев, они продолжают поддерживать контакт друг с другом. В одной группе может быть до 30 особей, и общаются они с помощью звуков и запахов. Пахучая железа на спине кабанчика выделяет резкий специфический запах. Пекари оставляют на деревьях такие пахучие метки, чтобы стадо не разбредалось. В этом густом лесу пекари не слишком полагаются на свое зрение. Об опасности их предупреждают чуткие уши и носы. Лесные свиньи все время на стороже, готовы сорваться с места при любом подозрительном шорохе или непонятном запахе. Если неожиданная атака застает врасплох семейство с детенышами, кто-то из родителей постарается отвлечь на себя внимание хищника. Обычные ягуары какое-то время идут следом за пекарями, выжидая, пока кто-то один отобьется от стада. Каждый шаг выверен. Кожаные подушечки на лапах приглушают звук. Подошвы лап покрыты шерстью. Это тоже звукоизоляция. Когти втянуты внутрь, но готовы в любой момент нанести удар. Медленно, но уверенно ягуар занимает позицию, откуда сможет разглядывать стадо и как снайпер выбирать себе жертву. Заняв подходящую позицию, ягуар выжидает, готовясь к атаке. Экари с их неважным зрением его не замечают. Когда пекари оказываются в пределах досягаемости, стремительность и силы кошки обеспечивают ей успешную охоту. Но ягуар должен остаться незамеченным до самого последнего момента. КОНЕЦ Острые, как лезвие зубы ягуара, пронзают череп пекари. Мощные челюсти сжимаются, и жертва моментально гибнет. Ягуар стал одним из лучших охотников джунглей благодаря своей тактике, сочетающей природный дар незаметно выслеживать и подкрадываться с умением неожиданно быстро и мощно нанести удар. Влажный тропический лес весь наполнен жизнью, а там, где есть жизнь, всегда кто-то на нее охотится. И самые страшные убийцы прячутся внизу. К ним относится копьеголовая змея. На американском континенте с ее именем связано много человеческих жертв. Своей молниеносной смертельной точностью броска и сильнейшим ядом она не оставляет своим жертвам никаких шансов. Эта копьеголовая змея вышла на охоту. Высунув жало, она улавливает в воздухе след запаха, который оставляет за собой любая движущаяся дичь. По жалу змеи эти частицы запахов поступают в орган Якобсона, находящийся в змеиной пасти. Этот запах ведет к норке. Вокруг норки обычно остается много пахучих следов, и старых, и более свежих. Если змея застигнет грызуна в его норе, обед ей обеспечен. Неожиданная атака — лучшее оружие копьеголовой змеи. Грызуну, попавшему в западню в собственном доме, будет некуда бежать. Но только если там живет грызун. А это не грызун. Это тарантул-голиаф — самый крупный паук в мире. Дуэль будет без правил и насмерть. Но кто в ней победит? Тарантул-голиаф, длина ноги которого чуть ли не превышает диаметр большой глубокой тарелки, и смертельно опасный великан в мире без позвоночных. У этого восьмиглазого убийцы неважное зрение, но зато у него восемь сверхчувствительных ног. Нижние сегменты ног покрыты микроскопическими волосками, так называемыми трехоботриями. Волоски свободно поворачиваются в чашеобразных ямках и улавливают мельчайшие вибрации изменения воздушного потока. Это его основной инструмент для определения жертвы. Информация поступает на каждую ногу паука через определенные промежутки времени, позволяя ему точно вычислить местоположение будущей добычи. Затем Голиаф осторожно подбирается на расстояние, с которого может совершить молниеносный бросок и пустить в ход свои смертоносные клыки. Эти острые, как иголки, клыки могут быть длиной до двух с половиной сантиметров. Внутри они полые, через них стекает яд, который быстро парализует жертву и начинает растворять ее изнутри. Действуя клыками, как мотыгой, паук разрывает жертву на части и перемалывает в легко перевариваемое пюре. Тарантулы часто поселяются в заброшенных норках грызунов, где могут в полной безопасности поедать свою добычу. Выделяя шелковую нить, тарантулы не ткут паутину для ловли добычи, а заворачивают в нее свою жертву, чтобы не потерялись отдельные куски ее растворяющегося тела. Копьеголовая змея Копьеголовая змея – такой же опасный хищник, как и тарантул. Взрослые змеи сами разыскивают себе добычу, а молодые предпочитают лежать в засаде и ждать удобного случая. Молодая змея медленно пошевеливает кончиком хвоста, подражая движением червяка. При виде этого лягушка не способна устоять от соблазна. Молодая змея реагирует моментально, поражая жертву смертельным ядом. У взрослой Копьеголовой змеи, достигающей в длину двух с половиной метров, в змеином царстве очень мало врагов. След запаха привел эту змею к норке. Теперь нужно собрать всю информацию. Здесь много следов грызуна, но все они старые, значит, норка может оказаться пустой. В норе змея теряет свои преимущества, там может быть слишком мало места для разворота или атаки. Змея пока не может определить, кто прячется внизу, но тарантул уже почувствовал ее присутствие. Гигантские тарантулы перед своими норами выставляют своеобразные ограды из нитей паутины. Они расположены так, чтобы паук уловил любое движение и по принципу действия напоминают лазерную сигнализацию. Копьеголовая змея скользит в неизвестность, не подозревая, что уже задела охранную сигнализацию. И паук получил предупреждение о ее приближении. Однако в ямках по бокам головы этой змеи расположены чувствительные тепловые датчики, оказывающие ей помощь при охоте на теплокровных млекопитающих в их темных норках. Но здешний квартирант не млекопитающие. Чувствительные волоски на ногах паука уже сообщили ему все о размерах, скорости движения и местоположении незваного гостя, и он готовится к нападению. Полнота информации и неожиданность атаки дают тарантулу все преимущества. Прежде чем змея успевает отреагировать, паук вводит в нее смертельную дозу яда. Парализующая жидкость начинает действовать, растворяя внутренние органы змеи. Наносить ответный удар слишком поздно. И через несколько минут змея уже мертва. Паук поедает змею, начиная с головы, и затем всасывая все ее растворяющееся тело. Через 17 часов от копьеголовой змеи остается лишь пустая шкурка, и тарантул, наводя порядок в своем доме, выносит мусор. На первый взгляд муравьед Тамандуа с его вытянутой мордой и походкой в развалочку не похож на безжалостного хищника. У него нет ни свирепости и силы ягуара, ни стремительности и смертельного яда тарантула. Но несмотря на обманчивую внешность, это прекрасно приспособленный тропический убийца. Почва в тропическом лесу не слишком удобна для быстрого передвижения, но в поисках добычи он легко преодолевает все препятствия. Тамандуа питается исключительно муравьями и термитами. Термиты часто строят свои гнезда высоко на деревьях, но это не мешает целеустремленному и ловкому муравьеду на них охотиться. Своим гибким хвостом он обхватывает ветви, а когтями впивается в дерево и не падает. Для животного такого веса и размера насекомые пища низкокалорийная, поэтому у муравьеда очень замедленный обмен веществ. Термиты – существа маленькие, и муравьед старается восполнить это количеством. Спустившись на землю, Тамандуа втягивает когти, и чтобы они не затуплялись, он идет, опираясь на боковые части лап. Добычу Тамандуа находят с помощью острейшего обоняния. Почти две трети его морды занимает нос, а рот у него не шире карандаша. Как только Тамандуа учуял запах термитов, он начинает когтями раздирать кору дерева, чтобы обнаружить снующих внутри насекомых. Найдя нужную тропу, муравьед следом за термитами подбирается к складу пищевых припасов. Такие тропы – это чаще всего ходы, проделанные термитами в древесине или внутри ветвей. Жесткие стенки таких термитов в тоннеле и защищают их от многих опасностей. Но для Тамандуа главное, чтобы они привели его к гнезду термитов. Зрение у Тамандуа слабое, и по следу муравьед идет, ориентируясь только за счет обоняния. Никому неизвестно, как это у них получается, но по предположениям у Тамандуа настолько тонкое обоняние, что они могут определить, вышел ли термит на кормежку или уже возвращается в гнездо. По дороге к гнезду Тамандуа заодно расщепляет древесину в тех местах, где проходит муравьиная тропа и всасывает термитов. Термиты – самая любимая пища Тамандуа, а в гнезде их много, и это будет уже вполне основательный обед. Муравьед находит гнездо, и тут начинается настоящее побоище. Мощными передними лапами с острыми когтями Тамандуа принимается разрушать термитник. Затем пускает в ход свое главное оружие. Липкий, покрытый слизью язык, который он может вытянуть на 40 сантиметров. Микроскопические загнутые шипики на этом языке помогают ловить добычу. У Тамандуа нет зубов, поэтому он раздавливает термитов о жесткий костяной свод своей пасти и заканчивает этот процесс сжатием мышц желудка. Тамандуа приходится работать быстро. Термиты слепые, но они общаются между собой с помощью химических сигналов и пахучих меток, и если гнездо подверглось нападению, объявляется тревога. Термиты не такие уж беззащитные существа. Пока рабочие муравьи деловито снуют взад и вперед, солдаты стоят на страже. Голова у термита воина продолговатая, с хоботком, через которую он выбрасывает остро пахнущий и липкий секрет, чрезвычайно едкий и мерзкий на вкус. Рабочие муравьи скрываются в глубине гнезда, а на смену им выбегают полчища солдат. У Тамандуа чрезвычайно толстая кожа, к тому же покрытая очень жесткой густой шерстью, но вкусные рабочие термиты все попрятались, а терпеть издевательства солдат уже больше нет сил. И Тамандуа направляется к другой части гнезда, нюхом определяя зону, где меньше солдат и можно спокойно полакомиться вкусными рабочими муравьями. Тамандуа никогда не разрушает гнездо полностью. Перед тем, как уйти, он обычно оставляет небольшую часть колонии. Термиты потом чинят свое гнездо и восстанавливают численность популяции, и когда Тамандуа вернется сюда в следующий раз, ему будет чем поживиться. На влажный тропический лес опускается ночь, и на арену выходят хищники с совершенно другими охотничьими приемами и методами. На мелководье плавают рыбки-остеаноксы, они кормятся у самой поверхности. Кажется, что они в полной безопасности. Но какой воздушный охотник способен ночью так точно выхватывать из воды свою жертву? У летающего убийцы есть лишь один ориентир, еле заметная рябь, появляющаяся в тот момент, когда плавники рыбы задевают поверхность воды. И этой информации охотнику вполне достаточно. Это большой рыболов. Один из немногих видов летучих мышей, специализирующихся на рыбной ловле. Они кружат над гладкой поверхностью реки и с помощью эхолокационной системы точно определяют местонахождение жертвы. Летучая мышь издает ультразвуковые сигналы. Звуковая волна, встретив какое-то препятствие, возвращается назад, и мышь с помощью этого эхоэффекта выстраивает детальную картину окружающей среды. По мере приближения к жертве мышь пользуется ультразвуком все чаще и у самой цели издает до нескольких сотен сигналов в секунду. КОНЕЦ Каждая морщинка на водной глади несет для нее уйму информации. Но как летучая мышь ориентируется в запутанной картине кругов на воде, если их оставляет множество рыбьих плавников? Когда мышь не может точно нацелиться на добычу, она использует несколько иную тактику охоты. Обнаружив стайку рыб, большой рыболов пускает в ход свои огромные когти. Чтобы уменьшить сопротивление водной среды, когти он держит распрямленными. Мышь летит низко над поверхностью, погружает когти в воду и, загребая ими, подхватывает, как черпаком, ничего не подозревающую рыбу. Как только рыба поймана, летучая мышь прямо в воздухе отправляет ее себе в пасть. Зубы у летучей мыши похожи на человеческие. Передние заостренные, чтобы мышь могла держать ими добычу, когда висит вниз головой. Более плоские боковые зубы приспособлены для разжевывания мяса. За ночь летучая мышь может поймать до 30 рыб. Это действительно великолепно приспособленный тропический хищник рыболов. Тропический влажный лес это сложная и огромная сеть сообществ животных и растений, которые создают свой собственный климат. Такой лес еще называют дождевым. Ведь каждый год здесь выпадает 3 метра дождевых осадков. Большая часть этих потоков воды заполняет самую крупную в мире реку Амазонку. Река разливается и на несколько месяцев заливает обширные участки леса. Теперь здесь царствуют хищники другого типа. Но правила игры остаются без изменений. Это по-прежнему все еще лес. Но теперь хищники и дичь прячутся не только среди густой растительности, но и в мутной воде. С паводком в сердце Амазонского леса приходит совершенно неожиданный гость. Необычный хищник с какой-то инопланетной внешностью. Это очень редкий вид пресноводного дельфина. Пресноводных амазонских дельфинов еще называют дельфинами бото. Они всю жизнь проводят в водах Амазонки. И для этого им пришлось очень сильно измениться. Они больше своих морских сородичей и в длину достигают 3 метров. Клюв у них длиннее, а лоб более выпуклый. Грудные плавники крупнее и более подвижны. У Афалин очень большой спинной плавник. Когда они на большой скорости покрывают значительные расстояния, он действует как стабилизатор. У дельфинов бото спинной плавник меньше, ведь в реке мало места, чтобы сильно разгоняться. Лесная почва и так сплошной клубок корней и лиан, а когда все это затоплено мутной водой, видимость здесь совсем плохая. И дельфины, чтобы видеть в этом сумраке так же, как летучие мыши, пользуются эхолокацией. Издавая серии высокочастотных щелчков, дельфины затем декодируют эхосигналы и превращают их в изображение окружающей среды. С уменьшением временного интервала между щелчками создается более точная картинка. При очень высокой скорости повторения сигналов обеспечивается почти идеальная замена зрения. Именно этим шестым чувством дельфины отыскивают ракообразных выли, а рыбу среди тины и травы. Обнаружив добычу, дельфины атакуют. Плавают они резкими, быстрыми рывками. Они очень редко промахиваются, но даже если такое случается, сзади подплывает другой дельфин, готовый подхватить чужую добычу. Иногда дельфины-боты охотятся группами, чтобы увеличить шансы на успех. Но между ними бывают и стычки из-за добычи, особенно если рыбы не очень много. В сезон дождей уровень воды в Амазонке поднимается, и рыбы уходят из глубоких открытых протоков в мелководье залитого паводком леса. Здесь они прячутся среди корней и веток. Но следом за дичью отправляются и охотники. Но чтобы соответствовать условиям такой не слишком удобной для них среды, дельфины-бота меняют форму своей эхологационной мембраны, делая ее на время охоты более выпуклой. Возможно, что изменение формы ведет к усилению эхоэффекта, создавая более чувствительный ответ на самые слабые сигналы. Дельфины медленно плывут по полузатопленному лесу. В таком хаотичном мире оказывается очень полезная способность поворачивать голову на 90 градусов налево или направо. Но у морских дельфинов в шейные позвонки срослись, и они не могут так делать. Впрочем, в открытом водном пространстве это и не нужно. Широкие грудные плавники обеспечивают дельфинам-бота удивительную маневренность. Они даже могут поворачивать в самых узких местах, одним плавником загребая назад, а другим вперед. На челюстях у них есть крохотные чувствительные волоски. Считается, что это органы осязания. С их помощью дельфины охотятся на ракообразных зарывшихся выл. Этот дельфин прекрасно приспособлен для охоты, и у его добычи мало шансов скрыться даже в темной глубине затопленного леса. У других хищников дождевого леса может быть иной тип адаптации, но все они идеально приспособлены для охоты на свою дичь. И в лесу, и в реке основами их тактики выживания остаются маскировка и внезапность. Плоские рыбки платокса великолепно сливаются с окружающей средой. Их форма и окраска настолько совершенны, что среди опавших листьев они абсолютно неразличимы. Опавшие листья ведь не несут в себе никакой угрозы. Во всяком случае, так оно кажется. Медленно приблизившись к своей жертве, платокс с невероятной скоростью атакует. Движения самой рыбы незаметны, и ее словно несет течением, как опавший лист. Но она все это время работает прозрачным грудным плавником, удерживая себя в нужной позиции. И теперь с помощью более мощного хвостового плавника она готовится к атаке. С нижней губы у нее свисают волоски. Это приманка для ничего не подозревающей добычи. А поперек глаз у платокса проходит яркая полоса, которая превращает его легко узнаваемый облик в что-то менее понятное. Но больше всего впечатляет выдвижной рот платокса. В последний момент рыба как бы выстреливает его вперед и, широко разевая, создает вакуум, засасывающий жертву. Все заканчивается моментально. На то, чтобы поймать добычу, платокс ухватает четверти секунды. Значит, это самый быстрый убийца на Амазонке. Нет, есть и второй претендент на это звание. Американский зимородок. Еще один скоростной и сверхточный снайпер. Да, его атака может оказаться на какую-то сотую долю дольше. Но ведь зимородку приходится ориентироваться в условиях двух совершенно разных миров. В водах Амазонки обитают тысячи различных видов рыб. Но дичь практически не видна из-за постоянных бликов света на воде. Поляризующие фильтры в глазах зимородка убирают лишнее мелькание. Свисающая над водой ветка идеальный наблюдательный пост. Отсюда можно рассматривать, что творится внизу в воде и следить за движениями возможных жертв. Но определить точное местоположение рыбы нелегко. В воде прямые объекты выглядят изогнутыми, поскольку свет проходит через водную среду медленнее, чем через воздушную. И рыба совсем не там, где она будто бы видна. На самом деле она ближе к зимородку и не так глубоко. Поэтому зимородок должен точнее настроиться на цель. Если ветка находится прямо над добычей, это сделать легче. За сотые доли секунды маленький убийца просканирует участок воды под собой, выберет жертву, прицелится и нырнет. В воду он смотрит одним глазом, затем выбрав цель, быстро определяет ее позицию уже обоими глазами, а после этого ныряет. Птица колотит свою добычу о ветку, потом переворачивает ее в клеве, чтобы в глотку рыба попала головой вперед. Но театры тоже не совсем уж беззащитные жертвы. Их большие глаза улавливают мельчайшие изменения игры света и тени на поверхности воды. Очень часто от этого зависит их жизнь. когда зимородок ныряет, кажется, что тетрам не остается времени уклониться от атаки. Но невольное рефлекторное движение может спасти рыбу. У этих рыбок от головы до хвоста проходят боковые линии, ряды микроскопических волосков, способных уловить слабейшие вибрации и малейшие изменения давления водной среды. И если их глаза не заметят хищника, то это сделает их боковая линия. Как только кончик клюва зимородка коснется воды, от него сразу же расходятся мельчайшие волны. Это сигнал тревоги. Волна достигает боковой линии тетра и вызывает у рыбки рефлекторное движение. Ее мышцы моментально сокращаются, и рыбка словно отскакивает в сторону. Этого минимального расстояния иногда хватает, чтобы нарушить точность прицела зимородка. На мелководье у зимородка возникает другая проблема. Если атаковать медленно, тетра успеет удрать, а нырнув слишком быстро, можно удариться одно. Когда зимородок ныряет, в воде его глаза закрывает защитная перепонка. Добычу приходится ловить вслепую. Однако на клюве у птицы есть чувствительные волоски, подсказывающие ей, когда уже пора захлопнуть клюв. Зимородок ныряет, сложив свои короткие крылья. Так получаются быстрее. В последний момент крылья раскрываются. Теперь птица готова со всей скоростью выскочить из воды в ту же долю секунды, когда у нее в клюве окажется рыба. Птицу как бы выбрасывает из воды, пока она не успела намочить перья или удариться одно. Когда работает такой сверхточный снайпер, мало кому удается спастись. Но в Амазонке водятся рыбы, поднявшие мастерство спасения от врага на еще более высокий уровень. Это рыбы-топорики. Выглядят они несколько странно, но этому есть свои причины. неподалеку рыщет хищница туканары. Большие глаза туканары сразу замечают стайку топориков. С таким мощным хвостовым плавником есть и легко догнать топориков. Кажется, что топорикам нет спасения. Но они выскакивают из воды. Их крыловидные плавники снабжены очень мощными мышцами. Они прыгают на высоту во много раз превышающую их собственный рост. туканары промахнулась и снова бросается в погоню. туканары и опять сильнейшие мышцы топориков помогают им выйти из пределов достижимости для хищницы. паузы это доисторическая рыба умелый охотник, патрулирующий в водах Амазонки. У нее нет никаких плавников, форма тела очень простая, обтекаемая, и такое строение дает ей силу и скорость. Два больших и очень подвижных глаза расположены у араваны в самой верхней части головы. Рыба видит все, что перед ней в воде и над ней в воздухе. Таким образом, она наблюдает и за хищниками, и за своей обычной добычей, другими видами рыб. Но в это время года, когда Амазонка заливает берега и лес, рыбы мало, и встречается она реже. Растения, раньше дотягивавшиеся до верхушек деревьев, сейчас почти у самой поверхности воды. На них находят себе приют разные насекомые и пауки. Муравьям и паукам вроде бы нечего бояться. Разлившаяся река прогнала из этих мест крупных насекомоядных, вроде Тамандуа. Но здесь рыщет совершенно непонятный хищник. И при том весьма ловкий. Аравана, или как ее называют в Бразилии водная обезьяна, очень странная и необычная рыба. Она кружит у самой поверхности воды. Глаза ее идеально приспособлены для поиска насекомых на свисающей над водой зелени. Как только она наметила себе подходящую добычу, Аравана начинает двигаться очень медленно, стараясь не потревожить водную гладь и не спугнуть паука. В этой игре перевес на стороне Араваны. Солнечные блики на поверхности воды прекрасно ее маскируют. К тому же паук не ждет нападения снизу. При подготовке к атаке рыба пользуется своим бинокулярным зрением. Выстраивая проекцию изображений, полученную каждым глазом, Аравана точно определяет местоположение паука. Затем, слегка подкорректировав картину с учетом рефракции света в воде, рыба прицеливается. Нацелившись, Аравана медленно изгибает свое мощное тело, образуя собой как бы латинскую букву «С». Это похоже на сжатие пружины, и когда рыба распрямляется, накопленная мышечная сила выталкивает ее вверх. Такой мощный толчок поднимает ее на целый метр над водой. Затем Аравана открывает свою глубокую пасть и заглатывает не ожидавшего ничего подобного паука. Араваны относятся к группе костиязычных рыб, названных так из-за особой кости в нижней части их пасти. Эта кость покрыта мелкими зубами, упирающимися в ее небо. Проглотив свою жертву, Аравана переворачивается в воздухе и входит в воду вниз головой, чтобы быть готовой ко всему, что может ее там ожидать. Аравана – доисторическая рыба, способная не только охотиться вне своей стихии, но и существовать вне времени. Во влажном тропическом лесу обитает множество необычных существ. И для каждого из тысяч видов находятся свои хищники, великолепно приспособленные охотиться именно на эту дичь и созданные для убийства. Проглотивные охота Продолжение следует...